Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить в Весперию, ну и как вы помните в прошлый раз мы с вами таки наваляли кабану, прям по самое небалую наваляли, так что наверное кабан теперь нас запомнит надолго, я не знаю, ай-яй-яй, нет, увернулись, увернулись от пса, хорошо, просто там на фоне все еще ходит вот эта вот огромная чуэрла, и я так думаю, что мы должны же в какой-то момент ей навалять, но видимо, видимо нет ой-яй-яй да, вот прикольно, когда так монстра, типа ты чихнул, а они разбились ну, а мы с вами направляемся на выход из леса и, видимо, прямиком к столице конечно, Юрий Катанов попытался кинуть в прошлый раз Юрий Ловл так с Катанами не поступают ой-ой, а вокруг столицы теперь что? там что-то у нас это сильно изменился как-то, как-то, кажется, все, нет? или просто мы с этой стороны к столице не подходили, поэтому так оно выглядит эй, на ого там пати что-то ух ты, опека пати зафигачила опеку а вот это, кстати, прямо-таки меняет просто все просто пати-то таким макаром становится новым любимым персонажем ну и чё, вот мы вышли а как мы спускаться будем? хороший вопрос а, нет, нет, вот и ответ на этот вопрос это свои или чужие? это же имперские рыцари думаю, они готовятся к вторжению в столицу но кажется, они бездействуют интересно, что-то случилось? э, да, Юрий, будет так здорово, если Флинн пойдет с нами забыл, что он рыцаря возглавляет я очень сомневаюсь, что он сможет пойти с нами как только разведчики вернутся соберите всех полководцев Юрий! ребята! хвала небесам, ты цел его сочиство должно быть все еще в зафице тогда а, по крайней мере, пока что вы тут делаете? имперская гвардия заняла позиции впереди мы пока ждем разведчиков, которых я отправил наблюдать за противником капитан, у вас нет времени на разговоры с... не нужно нервничать мы не планировали задерживаться надолго вы тоже идете в столицу? да я должен кое-что обсудить с тобой наедине не возражаешь? капитан! все хорошо, я скоро вернусь если заметите передвижение, обязательно доложите мне вперед принц Йодер рассказал мне о том, что происходит я осилил леди из Териза тоже если до этого дойдет, возможно, тебе придется да вы че, из Юрия Палача делаете вообще главного? э, основная причина, по которой мы направляемся в столицу, предотвратить это я знаю, я просто говорю о самом худшем варианте я уже сделал свой выбор или ты забыл? нет, я помню я готов к худшему, но надеюсь, что этого можно будет избежать а ты что собираешься делать? я долгое время обдумывал это что такое закон? а что преступление? где грань между добром и злом? после долгих размышлений я пришел к неоспоримому заключению что нельзя четко разграничивать эти понятия даже сейчас я все еще уверен в необходимости законов и все же я не могу назвать тебя злодеем поэтому я надеялся, что мы могли бы создать мир где нам не пришлось бы повторять прежних ошибок но посмотри, что сейчас происходит почему бы тебе тогда не пойти с нами? в столице полно аэра твои рыцари не смогут туда войти но если пойдешь с нами даже если все не смогут прорваться хоть что-то может получиться дэйнномос, да? если честно, я не знаю, что теперь может случиться так что ты должен сам решить, что делать я? простите, сэр со стороны противника появилась большая группа боевых машин их число ошеломляет что? ого эй, Юрий, у нас огромные проблемы как им удавалось скрывать такое войско? похоже, у нас будут некоторые трудности с прорывом некоторые? а, нет, дичайшие трудности да мы до столицы полудухлыми доберемся но нам не нужно идти в лобовую атаку пати, не видишь никаких опасных путей? куда бы я ни посмотрел, везде враги кажется мне, что это невозможно но мы так близко к столице они начали двигаться, они идут сюда эй, может стоит оттянуть войска к крепости? капитан юрий, ты идешь в столицу, чтобы остановить Алексея и спасти ее высочество? да тогда, как бы все не закончилось, я уверен, ты выберешь самый лучший из возможных вариантов Клин, тебе пора идти рыцари! перед нами батальон противника а за ними нас поджидает Алексей я не скажу, что будет легко я пойму ваше желание спастись бегством но я хочу, чтобы вы помнили что мы должны делать, что мы защищаем мы рыцари мы защищаем людей с помощью наших мечей я не заставлю сражаться ни одного из вас но если вы настроены так же решительно, как и я тогда давайте вместе вступим в этот бой блин, и правда потрясающий имперские рыцари, вперед! давайте отправимся в столицу ой, это типа битва? двойной вздох угомонись мы должны решить, как помочь Эстер судя по тому, что сказали люди, бежавшие из столицы, вероятно, уже слишком поздно прекрати, не говори так думаю, Юрий уже решил, что ему делать а ты откуда знаешь? значит, причина, по которой он пытался пойти один мы тоже должны принять решение я знаю, что мы должны делать, но все равно ну что? ага обойти мы можем? мы можем обойти ну, хоть так, хоть на это спасибо и пока не поздно, естественно, надо сохраниииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии Не могу поверить, что мы действительно в столице. Это кошмарно. Растения просто гигантских размеров. Наверное, все из аэра. Он такой густой. Такое количество убьет любого. Без этого меча у нас были бы серьезные неприятности. Держитесь ближе ко мне, особенно ты, старик. Да я как на иголках с тех пор, как мы сюда вошли. Подержишь меня за ручку? Да ладно тебе. Держи меня за руку. Я больше не позволю тебе сбежать, Юрий. Угомонись, я больше один не уйду. Смотрите, сюда забрались монстры. Но как? Барьер на месте и работает нормально. Кажись, они с катушек съехали, как те, которых мы в Кейв Мок видели. Юрий, что такое? Эээ, да пустяки, честно. Пойдемте, нельзя заставлять эсталь ждать. Нижний квартал на дне того спуска. Там его дом. Кажется, там... Там все заполнили растения. Эй, в чем дело, старик? Хочу услышать, какие у тебя планы. Ну, ты понял, насчет эсталь. Мы же в одной лодке плывем. Не желаешь поделиться? Не уверен, что смогу не падать духом, если начну говорить об этом сейчас. Придется тебе еще немного потерпеть, пока не придет время. Ты готов делать то, что нужно, но ты не потерял надежду? Весьма точное описание. Думаю, это в твоем стиле. Но не пытайся взвалить все на одного себя, лады? Ха-ха. Странно слышать от тебя добрые слова, Ворон. Ха-ха, тоже верно. А что, если все-таки, ну, как и водится, да, все монстры, это на самом деле бывшие жители города. Ну, по классике. Когда бы такое было, чтобы монстры были никем иным, кроме как такими же чуваками, как и мы? Ну, это всегда так. Ава. Ну, хотя, не знаю, вот эти цветовечки, конечно, могут быть ожившей флорой и фауной. Но, в общем-то, что в Берсерии тоже там все монстры, это были просто обычные такие же чоловики. Тикс. А, пчела нафиг ушла. Ну, неплохо. Эге. Пробежали. Сюда мы не прорвемся, да? Из-за этих странных растений совсем не видно, что делается в нижнем квартале. Бя-да. Столица такой творится, еще села Эстель высвободилась. Похоже, миру крышка. Вот мраку нагнала. Рита, милочка, что за мрачный настрой? Так, во-первых, не смей называть меня милочкой. Во-вторых, уж прости, что я не такая оптимистка, как ты. Не переживай, у старины ворона свои причины для вольнений. А, правда? Конечно, но че толку внувать? Мы с кожем онлезем, чтобы все получилось, верно? Просто нужно верить в себя. О, прости, это ж вроде эксклюзивная фраза Рита, да? Ладно, хорошо, ты прав. Как я могла дать тебе перехитрить меня? Ну вот, у мира еще есть надежда. Пока у нашего маленького гения будет такой настрой. Ой, какой интересный медведь-педведь. А я хочу тебя победить. Но только, чтобы ты был при этом за... Как на нас неумолимо, надвигается каток, да? Ладно, ну, псы ничего нового из себя не представляют. Ой, разве что он прикольно плюхнулся. Наверное, его позвоночнику тоже хана. А, не успели сквозь него пройти. Ну ладно, медведь-педведь. Медведь, медведь, мы тебя будем убить. Опа! Красавец. Опа! Двойной красавец. И давайте тройной красавец. Эх, увы, не получается тройной красавец пока. Но сейчас может получится. Че у него там? Ммм, должна быть сейчас пробита. А, ну или так. Уф. Так, эээ... Сюда, не сюда. Видимо, в ворота. Мог бы и не быть все время таким суровым злюкой. Эээ, ты к чему? Да, он волнуется за людей из нижнего квартала. И все мы мечтаем поскорее приезжать Алексея. А я думаю, не так уж все и плохо. Да ладно, что ж хорошего? Да одно уже то, что он открыто демонстрирует беспокойство. Что это как не признак доверия? Прежний Юрий никогда не показал бы, что чем-то расстроен. Трудно быть эмоциональным, когда твои друзья перемывают те кусочки на твоих же глазах. Проклятие, заперто-намертво. Посмотрите наверх, может у меня получится туда пролезть? Отлично, ты сможешь там пролезть и открыть ворота с той стороны. Мы на тебя рассчитываем. Эй, у нас времени не хватает, мы не можем просто их снести. Раз тут никого нет, это еще не значит, что там никого нет. Если нас засекут, проблем не оберемся. А, по всему городу и в замке он тоже должен быть. Алексей должен был предпринять какие-то меры предосторожности. О, у Кайрона получилось. Вот и все, быстрее! Отличная работа. Ну все, ребят. Отличная работа. А, здесь нет аэра. Вероятно, он выяснил, как использовать для этого силу Эстель. Возможно, внешний барьер должен сдерживать аэр. Санс того, что твое предположение сбудется, старик растет прямо на глазах. Скоро у нас будет компания. И чё, я все время на окаркиванном беду? Если думать о плохом, то только оно и будет происходить. Так что просто думай о хорошем. Отлично сказано. Уверена, что ты права. Ммм, вообще-то я себя всегда оптимистом считал. Я не говорю, что сейчас что-то изменится, но нам нужно собраться и двигаться дальше. А, у этих хлиповых рыцарей, которые на стороне зла, нет ни единого шанса. Ага. Вообще, это ужасно. Я все-таки увидел замок, но не по той причине, на которую надеялся. Это было странно. Флин доверил защиту Эстель тебе, так? Ага. Тогда он тоже в какой-то степени виноват. Мы все должны объединиться и спасти ее. Хотя, тебе сейчас тяжело, понимаю. Чтобы он обо мне не думал, я это переживу. Тогда хорошо. Не сомневаюсь, мы сможем спасти Эстель. Такс, и куда нам? И куда нам? Вли... Что? Я слышу, что там кто-то есть. Может быть, это рыцари? Они не сильно разозлились. Давайте посмотрим. Видимо, такие нас также будут направлять. Как, ну, в самом начале, помните, нас прямо-таки за ручку вели. Ой, а мы, кажется, там и есть. Ладно. А куда нам? В темницу? Вот тут был алтарь вроде. Да. Небеса подвластны силе кольца. Когда расправятся все восемь крыльев, нимб яркого света высияет на то, что зовут Дитя Полнолуния, и откроется четвертая дверь. Ммм. А сколько крыльев высияло на данный момент? Ну, посмотрим. Усилили ли рыцарей все-таки? Или это все те же лошки, которые были в самом начале? Судя по тому, что он пережил наш полный заряд и стоит довольно-таки бодрый, это уже далеко не тот лошок, которого мы когда-то здесь нагибали. Ну, не сказать, чтобы мы прям тут кого-то очень сильно нагибали. Ну, все-таки. Ага. На, на, на. Держи. И вот так вот. Опа. Ну. Не успел пробить, жаль. А давайте пудинг сделаем. Такима, ну таки восстановим. Дверка. Оп. Апельсиновое желе. Пригодится, возможно. В тюрьму? Не заглянуть ли нам в тюрьму любимую? Ворон, ты помнишь, да? Че-то это, ностальгии предались. И здесь же остаться. Так. Так. Какая здесь чаша? Сидишь и с охранником разговариваешь. Очень удобно. Так. Но опять же, нам совершенно не подсказали, что и куда. Будем как-то... У-у-у-у. Тут. Обнов... Преступная гибель. Обновленная гибель. И высший рыцарь и фископ. Вот ему-то мы в первую очередь и наваляем. Но я думаю, что гибели, они не страстно называются гибельями. Хотя, они пытаются просто сверху напрыгивать. Судя по всему, не такие уж они и гибели. Ну, сейчас посмотрим. Пати, кстати, классно все же себя показывает. Я очень рад, что в итоге взял ее в пати. Ну, потому что она и... О, кстати. Это же у нее, да? Приемы. Пум. Красота стихии. Ниц судьбы. Нет, не у нее. А у кого, простите. Стрела любви. Это не... Так. Я точно видел, как кто-то использовал лечилку. Но ни у кого ее нет. Как так? Готово. Подлечимся. Ну, замок весь наш. Эй! О, успел. Прям в самый последний момент. Кстати, у рыцарей, помните, в прошлый раз в их комнате был карри. Может быть, мы сможем как-нибудь его найти и полакомиться. Ну, прикольно, что мы с вами сколько? 62 эпизода спустя оказались там, где, в общем-то, некогда и начинали. Не, ну 60, потому что, по-моему, во втором эпизоде был только дворец. Эть. Эй, друг. Или него. Да, по-моему, во втором все-то. Ну что? Фигарим. Друг, прощай. Да, ну что-то здесь переходов никуда нет, но, как минимум, эту сторону мы с вами исключили. Такс. Ну, давайте тогда вот туда углубляться. И чтобы хоть как-то, да, упорядочить наше движение. А, во. Подождите, там кто-то есть. что за юрий это же юрий хэнкс друзья вы все в порядке это моя фраза почему все в замке а и вы да ну сэр флинт поручил меня возглавить эвакуацию населения однако я понял что нигде не видно жителей нижнего квартала нет не приказывали но понимаете ли выход обвалился землю накрыл странный туман мы все оказались довольно затруднительном положении благодаря этим рыцарям мы скрылись от тумана и пришли сюда они спасли наши жизни я готов получить наказание за нарушение приказа готовы принять такое же наказание наказание лишь просто обычный старикашка ребят да и вообще разбираться и не должны защищать жителей молочаги это такая часть капитан жва капитан ворон они называйте меня капитаном просто ворон сэр прошу прощения сэр просто ворон кажется тебя уважают никогда бы в такое не поверила кажется книгу по обложке не судят это здорово юрий и забыл какие все крепкие зачем я очень волновался не знаю почему юрий но ты выглядишь счастливее чем когда-либо раньше она права видели бывшего командующего никак нет сэр но мы слышали как имперская гвардия снаружи говорила что-то о лестнице клинке лестнице клинке ну то высоченная штука с которой нас дуло значит он все еще то похоже негодяев как и теплый воздух тянет наверх да проблема в том что только важные шишки могут пройти в лестнице клинок там какой-то мудренный механизм я позабочусь о замке а рита формулах у нас получится договорились все свои твои должны остаться здесь спрятаться пойдемте ухты разве это не здорово теперь все жители нижнего квартала в безопасности а осталось всего лишь одолеть алексей и спасти эстер должно быть ты гордишься тем что твои люди наконец занялись настоящим делом я уж пытался тебе объяснить нет никаких моих людей у них глаза сверкали когда они на тебя смотрели старик как человек уважаемый столь многими может быть таким холодным к своим друзьям ладно ворум подумают что это фигли мигли ему доели хорошо что там скорее отлично неплохо командующий алексей казался таким честным человеком это было лишь притворство когда кто-то из высшего командования империи сходит с ума трудно не думать что империя вот-вот развалится подумать только остались оказалось принцессы теперь видимо мне следует обращаться к ней ваше высочество эстериза мне всегда была какая-то утонченность чем-то напоминал мою бабушку я это не потерплю чтобы ты спасал нас мы это вернем тебе этот долг я провозглашаю временное перемирие но как только все это закончится мы тебя арестуем мы рассчитываем на тебя основе командующего когда командующий алексей захватил замок я не был уверен поддержать его или нет теперь я понимаю что поступил правильно поверив капитана лебланка может быть этого мало но мне удалось сбежать со своими товарами о пачки друг то есть ты такой ты спасаешь империю да на закупись так нет хотя смотрите-ка бердыш даже лучше чем то что у нас сейчас давайте ладно бердыш купим юрию таки а теперь ну сейчас раз два три золотых шлема раз два три золотых обруча у бум-бум-бум-бум есть броня ухты кираса принцесса но на эстель но купим я думаю мы ее сможем спасти так золотая броня раз плащ старейшины один штук два священных кафтана модный широкий пояс закупились супер золотые сапоги еду естественно всю скупим но и посмотрим что у нас по синтезу но мы сейчас юрию как бы бердыш его экипируем и посмотрим чем можем синтезировать интересного как удачно что чувак а вот смотрите простите что беру с вас деньги в столь непростые времена ведь как-то нужно еще вести дела какой какой достойный малый хорошо да и но масс на бердыш если сменить магическое так и заметно меньше всего заметно меньше здесь прикольные скиллы но мы его можем и парню дать я думаю мы оставим динамас так на голову вот это вот это а сапоги непонятно что они дают давайте лучше вот так вот а ловкость они дают тогда нет тогда оставим девчон чуть а там копье не хочешь свое ну аид слишком сильное название чтобы это лучше чем ходить босиком из защиту поднимет на ловкость упадет не так здесь у нас что золотой обруч здесь священный кафтан и да ты друг тебе мы что-нибудь купили золотой шлем и все кажется да девчуля у тебя был золотой обруч и священный кафтан друг модный широкий пояс полосатый бант это оставим в девчуле я кстати не помню по моему золотого ручь да и плащ старейшины супер и тебе катан золотой шлем нефриловая лата уже получается все очень тут есть получше ничего получше прям вот так чтобы сто пудов можно было сказать нет ну ладно а теперь давайте синтез посмотрим что мы можем вдруг улучшить из ну типа улучшить и экипировать кажется скорее всего ничего но если вдруг где-то что-то меч настоящего рыцаря я даже не знаю юрию я не хочу менять вот этот вот крестовый меч на что-либо поэтому давайте по остальным пробежимся боевая пикачу на генната у а кстати в синтезе же у нас с вами есть еще и of hand и так и вот по ним было бы неплохо пробежаться но чё-то 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 не очень давайте на всякий случай рыцарский щит вот такой синтезируем и вот такой шипаст даже вот так вот два кастет о кулак тита тирана прелесть девчули песни геи а не сможем почему нам не хватает ингредиентов да хорошо хотя бы вот так а тебе друг вот эту штуку большая сумка нет металлические шеи вечное кольцо да ну и кажется все хорошо все остальное тут кажется слабее чем чем то что мы уже имеем броня тоже не выглядит как что-то прям о ух ты ладно давайте а 2 мы сможем 2 не сможем жаль и надо было сначала синтезировать а потом нам покупать хотя у нас все еще сто тридцать одна тысяча как бы деньги есть окей кажа а еще есть же спец сайте мы я совсем забыл особый флаг п лидером группы становится repeat мы не получаете дополнительных жизни получать навык принятия решений позволяет создать новый набор приемов улучшает сверхсилу до серьги а как нам как нам эту штуку заюзать простите она юзабельная кстати у нас с вами есть всякие всякие ништяшки которые мы могли заюзать или просто достаточно что она у нас есть сюда тут вроде все до следующий я не помню что мы ей чуть синтезировали ей вроде нет ты друг тебе в боевой нож стоп что ловкости чуть больше но в принципе на самом деле сбалансированная фигня нет ну вот кажется ничего не кажется все враги хорошо в вечное кольцо чуть мне не хочу защитами то поступаться алло вы чего вообще во вот это наверное будет поинтереснее да таким и у тебя друг все ладно кажется мне пришлось оставить все товары в городе я очень беспокоюсь насчет мародеров с если учесть в каком состоянии сейчас нижний квартал то думаю никто к ним близко не подберется ну да насчет мародеров не беспокойся а знаете что ну все мы в максимальном всеоружии но я думаю что на этом мы и прервем наш осмотр дворца а продолжим следующий раз посему спасибо миша лебедева миша фамино андрея фиолетова евгению глебу до хармсу алексею смирнову просто еду сергею кайну роки бальбо антону цару баратуман за серджа тирадоро и феста когда вы 45 рус и дарья кравчук за то что продолжает поддерживать канал всем вам огромное спасибо что приходите смотрите эти прохождения ну а мы с вами встретимся в следующем эпизоде завтра пока у меня все всем удачи и счастливо до встречи пока пока а